Ивановские законодатели и их решение. На очередном заседании городской думы впервые в этом году внесены изменения в бюджет. Финансовые корректировки коснулись организации горячего питания для школьников в учебное и каникулярное время. Кроме того, было принято решение незначительно увеличить выплаты многодетным семьям. Таких в областном центре семь. Это семьи, где воспитывается шесть и более несовершеннолетних детей. Депутатами городской думы было принято решение, что в 2014 году необходимо увеличить пособие денежное многодетным семьям, где шесть и более детишек. И эта субсидия увеличивается до 1000 рублей на каждого ребенка. Особое внимание депутаты уделили докладу Феликса Плиева, временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по городу Иваново. В округе у каждого народного избранника есть свои проблемы с правопорядком. Где-то подпольное казино работает, где-то годами отравляет жизнь нехорошая квартира, давно превратившаяся в притон. Глава города Вячеслав Сверчков сделал акцент на недостаточной работе участковых. Граждане идут с жалобами куда угодно, только не в опорные пункты по месту жительства. Докладчик пояснил, участковых сейчас на всех не хватает. Да и зачем к нему идти, если обратиться в полицию, можно через интернет. В основном к нам обращаются как по телефону, так и по интернету. К сожалению, к нам в настоящее время больше обращаются по интернету, потому что это, наверное, эффективнее, быстрее. Да, вот. Поэтому, допустим, вот вчерашний день, ну и было рассмотрено 44 обращения граждан. Безопасность в садах и школах – еще один резонный вопрос к местной полиции. После событий в Москве, когда старшеклассник устроил стрельбу в своей школе, стало ясно, что произойти такое могло практически в любом другом образовательном учреждении. Однако, посадить в каждую школу полицейского невозможно. У нас 52 школы, 130 детских садов. Конечно, мы 500 милиционеров не можем посадить с условием сменности. Но то, что в отдельных школах сегодня недостаточно безопасности, мы это обратили внимание. И начальник УВД сказал, что мы сейчас постараемся сделать так, чтобы в течение дня, 3-4 часа, как минимум, полицейские заезжали, проверяли, смотрели, в каких школах и так далее. Поэтому, я думаю, что найдем вот рациональное зерно здесь в тех предложениях, которые дали депутаты. Мы, конечно, улучшим эту работу по безопасности. Сейчас более 200 сотрудников Ивановской полиции работают в Сочи. Как только все вернутся домой в Иваново, правоохранительные органы вплотную займутся безопасностью детей.